Бон-Джоуи. Вышли без шинели. Бон-Джоуи. Вышли без шинели. Ветераны рока вернулись в Россию. Газета «Коммерсант» номер 94 от 3 июня 2019 года. СТР. 11 группа. Бон-Джоуи. Начало европейскую часть турнеты из «Хаус из not for sale». Концертом на большой спортивной арене «Лужники», где 30 лет назад американцы блистали на легендарном фестивале мира. Бон-Джоуи. Вернулись в другую страну. Публику нужно было завоевывать заново. О том, как это происходило, рассказывает Борис Барабанов. В 1989 году Бон-Джоуи. Прибыли в СССР в компании столь же ярких звезд переживавшего тогда расцвет. Хэрри. Рока. Скидро. Мотли Крю. Синдерелла. Скорпионз. И Азия-Сборна. Это был первый масштабный фестиваль актуального рока в нашей стране. Двумя-тремя годами раньше эти имена означались в списках запрещенных в СССР, а теперь украшали афиши фестиваля. Лидер. Бон-Джоуи. Джон Бон-Джоуи вышел на сцену в шинели и фуражке советских вооруженных сил, и эти кадры облетели все мировые СМИ. Правда, песни. Бон-Джоуи. Были не так хорошо знакомы здешней публике, как хиты. Скорпионз. И Азия-Сборна. Поэтому хидлайнерское выступление Бон-Джоуи наименее любопытное меломану тогда так и не дослушали до конца. Готовя европейский тур, Бон-Джоуи сделали акцент на московском концерте, с которого он начался. 30-летие фестиваля мира – хороший информационный повод. Более того, Джон Бон-Джоуи прибыл в российскую столицу за несколько дней до выступления. Он проводил время в прогулках по городу. В прессе можно было увидеть фотографии музыканта на Красной площади и в Третьяковской галерее. А с российскими государственными деятелями, в отличие от Пола Маккартни и Бона, не общался. Фото – Петр Кассин, коммерсант группа «Бон-Джоуи» пережила несколько пиков популярности. Она заявила о себе во второй половине 1980-х, когда предложила публике смесь глэма и пролетарского рока Брюса Спрингстина. Затем блеснула в первой половине 1990-х, когда Джон Бон-Джоуи отрезал волосы и заиграл нечто, напоминающее скорее «You Too», нежели «Хартен Хиви». Наконец, в 2000 году при помощи продюсера «Backstreet Boys» и Бритни Спирс Макса Мартина он создал хит «It's My Life» поп-шлягер, который привел на концерты совсем новую аудиторию, далекую от хард-рока. А вот после того, как была отработана песенная модель от «It's My Life», Бон-Джоуи, не смогли предложить публике ничего, кроме бесконечного воспроизведения своих же успешных формул. В 2013 году группы покинул гитарист Ричи Самбора безусловная рок-икона. Именно в диалоге вокалиста и гитариста рождалась сочинительская и концертная химия, составляя сет-лист для московского концерта. Попытались охватить все периоды своей истории, в том числе спеть песни из поздних альбомов, которые совсем не пользовались успехом в России. Номера вроде «Don't Run» или «Lost Highway» сделаны в фирменном стадионном стиле. Но не так хорошо известны публики, как материал альбомов «Sleepеры» и «Neo» и «Jersey» Публика с радостью перетерпела бы их в ожидании главных хитов «Bad» и «Living on a Prayer», если бы недостаточно сумбурный саунд в начале концерта. Вывести на передний план голос Джона Бон Джави и сделать звук таким, чтобы песни доставляли удовольствие не только преданным фанатам, группе удалось только к середине вечера. К моменту, когда группа сыграла Ави и Кейоп «The Faith», звук стал лучше, но после долгожданной «It's My Life» ряды зрителей дрогнули, некоторые потянулись к выходу. Вряд ли многие заметили потерю на фоне почти аншлагового 50-тысячного сбора. Джон Бон Джави станцевал с поклонницей на «Bade of Roses», ближе к финалу спрыгнул со сцены к толпе, то есть сделал то, что сейчас делают все уважающие себя фронтмены. Но если Бон Джави соберутся в Россию снова, им придется придумывать что-то по-настоящему необычное. Или просто петь только супер-хиты, как это делают на своих концертах. Инфоповод в виде круглой даты и долгожданного возвращения уже отработан.